Всем привет, друзья! Очередная вылазка по сморчкам. В этот раз мы продолжаем охотиться на высокие, в кавычках, конические сморчки. Черненькие наши и более-менее светленькие. Итак, у нас апрель, продолжаются дожди. Сезон такой вот прям вот затешенных вот этих дождей. Неприятная погодка, то солнышко, то дождь постоянно. Все везде сыро. Поэтому мы сегодня опять-таки отправляемся в осинники. Проверяем осиновые леса с вот таким вот буреломом. Просматриваем погорелые участки леса и ищем с вами сморчки. Почва, как вы видите, здесь достаточно увлажненная сейчас. Она глиняная, полупесчаник, полуглина. То есть обогащенная такая почва. И здесь раньше горела, поэтому будем искать здесь. Так что пожелайте мне удачи и пойдемте погуляем. Вот на входе нам попадается самый первый сморчок. Это сморчок высокий, темненький, немножко сыроват от погоды. Но он достаточно хороший, поэтому можно взять. И рядышком, здесь же, смотрите, возле корзинки, вот он на горке. Вот он получается. И еще один. То есть видите, они растут парами постоянно, всегда парами. То есть поэтому надо искать, если находите один, ищите рядом второй. Хороший экземпляр. Взрослый уже достаточно, но еще не сухой. Ножка, помните, да, приросшая у него. Внутри он пустой. И достаточно легкий. И второй вырос на пригорке. С одной стороны потемнее, с другой стороны посветлее. Вот такой вот замечательный экземпляр. Тут прям в веточках спрятался. Симпатичный малыш. И пока садимся резать, ищем еще одного. И мне кажется, здесь их сегодня будет много. Продолжаем, так сказать, сбор наших темнокожих сморчков. Здесь, смотрите, прям какой маленький. Вот он вообще на кончик пальца по размеру. Вот такие маленькие будем оставлять, чтобы потом возвратиться сюда через несколько дней. И найти уже более крупный экземпляр. Посмотрим, насколько они вырастут. Вот 30 сантиметров от него отошла, видите. А здесь уже более-менее экземпляры покрупнее. Вот эти можно взять. Вот рядом еще здесь малыша маленького, еще меньше увидела, чем первый. Тоже будем оставлять. Вот эти вот пускай. Такого размера уже брать можно, в принципе. Такие вот достойные. Возьмем. Вот, видите, прям крошечка. Оставим его на следующий раз. Поворачиваемся. Здесь, смотрите, какое дупло такое, образующееся. Земляное дупло от корня дерева, которое раньше здесь было, видимо, упало. Видите, здесь скапливается вода. И сморчок здесь тоже вырос. Хорошо себя чувствует. Ему здесь комфортно. И видите, у нас тут какие дебри получаются. И ежевика, и молодые. Вот, смотрите, вот в горелой бревняшке один. И он дальше второй там стоит. Не видно. Этот прям бедненький скрутился. Его жалко. Не может никак пролезть. Скрученный весь. Бревно мешало ему расти. Но мы его спасли. Тоже маленький. Прям так и просится, чтобы я его забрала. Здесь, смотрите, полянка раз. Дальше два. Чуть поворачиваемся. Вот третий. И тут же рядом четвертый. Много в этом году сморчка. Не так, конечно, как в шапке. Много в этом году. Также можно их найти и в зарослях папоротника. Это их излюбленное место. Папоротник у нас повсеместно встречается вместе с осиной. Любит располагаться на этой почве под осинами. Стоит обращать внимание на заросли старого папоротника. Тепло и влажно в этих зарослях. Тоже, видите, с этими сморчками, как и с шапками. Стоит просто сесть, когда находишь один, и осматриваться, чтобы ничего не пропустить. Я вот тоже села. Один, два, три, да? Голову подняла. Там в зарослях чуть ниже еще нашла. Несмотря на влажную погоду, видите, сморчки неплохо себя чувствуют. И все рядышком, все вместе растут. Далеко не нужно расходиться, нужно только внимательно искать. А здесь, видите, на месте старого среза рядом вырос новый гриб. Вот вам, пожалуйста, о том, что нельзя срезать грибы, так как там они потом не вырастут. Грибам абсолютно все равно. Срезайте вы их, выкручивайте. Видите, они все равно растут хоть как. Здесь уже покрупнее. Видите, чем они больше, тем они становятся темнее. Пока молоденькие, светленькие. Под ранее сгоревшей осинкой. Прям черненький. Чернокожий грибок. Вот еще один. Будут еще сморчики. Много малышей. Только лезут, видите, как вторая волна. Здесь небольшой такой. И чуть выше поднимаем голову. Вон он в ветках стоит. Очень нравится им сидеть в этих ветках. В буреломе. Ячейки, как барашки, волны. Цвет такой, ну, красивый. Просто замечательный. Такой необычный. Светло-светлый. Ножка прям беленькая. Он молоденький. И прям беленький-беленький. Очень мне понравился. Поэтому я его срезала. Чудо природы. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девятый Вот так тоже бывает Ну вот нравится им в этих ветках Прям Прячутся они от нас Среди палочек Сливаются по цвету Если получается за одним бы не пошла Смотрите маленький оставим его здесь И два побольше Эти можно взять Пускай малыши остаются Будем их оставлять на следующий раз А побольше будем собирать Замаскировался В корнях Вот еще один Даже вставать страшно Чтобы не наступить Тут же поворачиваюсь От этих малышей Даже не вставала Еще один Прям побольше Слушайте, мы опять нарвались На грибной эльдорадо Замечательно Разных размеров Разных возрастов Разных оттенков Радует сегодня Наш глаз Ну чуть дальше Смотрите Идем, идем А они все крупнее Все красивее Все сочнее Здесь какой Смотрите Один Там чуть выше второй Вот за палочкой Получается Не видно Третий Поворачиваемся Здесь четвертый Там пятый Ой, шикар Шикарно Печки поют Весна Все цветет Грибочки растут А здесь смотрите Один Второй Третий Четвертый По двумя осинками Чуть поворачиваемся Там Парочка Не видно Это получается Вот еще один Вот он Класс Пойдемте вместе считать Наверное так сделаем Так Один Будем с вами складывать вместе Второй Второй Третий Четвертый Дабы не пропустить ничего Так Вот пятый В зарослях В колючках Это пять Шикарные Как мороженки Так Здесь вроде нет Вот они Два Прекраснейших Свежих И красивых Это шесть Семь Смотрите Они замечательные Просто Люблю Когда вот так Корзинки пополняется Идем дальше Да Это было семь По-моему Мне кажется Здесь было их больше Да Вот они Они очень красивые Конечно Обратите внимание Что здесь у нас Ежевика То есть Папоротники Ежевика Осины Класс Просто Мечта Это Девять Да Получается Уже Ага В корзинке Уже Прям Хорошо Больше Чем В прошлый Раз И Здесь По-моему Это Крайний На этой Полянке Это Десять Замечательные Полянки Просто Замечательные Ползем Не побоюсь этого слова Таки дальше Потому что Ползем По колючкам Прям под ними Настут Грибы Вкусные Весенние Радости Грибника Смарчики Другой бы шел мимо Ничего бы здесь не увидел Но стоит сесть Приглядеться И они сами прыгают Нам В корзинку Тихая охота Потому и тихая Не любят Спешки Не любят Шума И грибочки Также Все По-тихому Какие хочешь И светлые И темные Всякие И тут прям здоровяк Уже Вымахал Большой Шмелев Сегодня прям летает Дождь закончился Тепло Им хорошо Вот смотрите Один А второй Как маскируется Рядышком Смотрите Так бы Его и не заметили Подразмокший Даже Под веткой Вот Еще Пара Спрятался Здесь такое ощущение Что чем дальше Идешь Тем они Красивее Сочнее Здоровее Прям подрастают Или на глазах Они подрастают Буквально Тут уже постарше Экземплярчик Вот он Этот замечательный Серенький Прям светлый Ну и крайний На этой полянке Это шестой Получается С трех квадратных метров Идешься 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok что очень конечно же порадовало такой вот сегодня у нас улов гриб молодой в перспективе на будущее то есть скорее всего гриб будет поэтому ждем тепла ждем солнышко и идем за грибами у нас начинается цветение цветут дикие плодовые деревья как вы видите красота весна в разгаре побольше бы тепла и солнышко для того чтобы было побольше этих замечательных грибов сегодня мы отправлялись с вами на поиски сморчка обыкновенного и съедобного к сожалению пока в этом месте их еще нет но продолжается сморчок высокий поэтому конечно же не пренебрегаем этим вкусным деликатесом который подается в ресторанах во всяких проявлениях итальянской и французской кухни излюбленной за границей замораживаем запекаем тушим жарим сушим и так далее все можно делать с этим грибом единственно он не идет конечно же в консервацию за счет его нежной консистенции надеюсь наша прогулка вам понравилось вы погуляли вместе с нами замечательно отдохнули душой пособирали с нами грибочки и мы будем с вами прощаться на сегодня до скорых встреч всем полных корзин всем пока а